Президентский полк – это элитные войска России. Эта воинская часть решает специфические боевые задачи по обеспечению безопасности первых лиц государства, сохранности кремлевских ценностей и важных государственных объектов. Попасть в президентский полк – непростая задача. Важны не просто желание срочника, но его внешние данные, здоровье, учитывается даже биография родителей. А также важно, чтобы при отборе, самое главное это было, что ребята сами хотели служить в президентском полку. Это нелегкая служба. Некоторые, может быть, думают, что там легко все, потому что президентский полк, придворные войска на самом деле нет. У них там интенсивная боевая подготовка, это несение службы и в карауле. Кто попадет в комендантские роты, будут нести службы. Кто попадет в роту почетного караула, будут встречать делегации, какие-то мероприятия, торжества. Ну и, соответственно, президентский полк традиционно участвует в параде победы 9 мая. Почетные проводы – это воспоминания на долгие годы для молодых бойцов и их родителей. На церемонии призывникам вручают часы на память о родителям уже вернувшихся со службы ульяновских солдат грамоты за хорошее воспитание сыновей. Смотря на гордость нашей страны, на этих молодых людей, которые попали в президентский полк, которые проходят службу в центре, в сердце нашей любимой Родины, я хочу сказать, что вы воспитываете своих детей очень-очень правильно и достойно. Поэтому огромные-огромные слова вам благодарности. В этом году на службу в президентский полк отправляется 20 парней. Это на 10 человек больше обычного. Требования к ребятам строгие, рост больше 175 сантиметров, отсутствие шрамов и родимых пятен на лице и татуировок на теле, образцовое поведение, а также в учебном заведении призывник должен был учиться на 4 и 5. Вредные привычки не приветствуются, а отменное здоровье и занятие спортом наоборот. Для каждого из 20 ульяновцев, которые отобрали президентские войска, это огромная честь. Это очень почетная обязанность для любого граждана Российской Федерации. И то предложение, которое мне присвоили дать, и я на него согласился, ни капельки не жалею, потому что я понимаю, что это очень ответственно, но перспективы в дальнейшем меня очень сильно огреют и успокаивают. Служба в почетных войсках России считается отличной путевкой в жизнь. Ребята обучаются особым навыкам, прокачивают свои физические и умственные способности, закаляют психологически. После службы парни могут построить военную карьеру, карьеру в полиции и госструктурах, а также поступить вне конкурсного отбора в ведущие вузы страны. Светлана Карпухина, Анна Анатолий Рассохин, Уллправда ТВ.